Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать, как пошить постельное белье самостоятельно в домашних условиях. Перед началом работы, чтобы у нас в дальнейшем не возникли проблемы с размерами простыни и пододеяльника, нужно ткань обязательно постирать, желательно на высокой температуре, и прогладить. Пододеяльник сшиваем двойным швом, для этого сначала прокладываем шов по лицевой стороне, изнанка к изнанке, прокладываем шовчик на полсантиметра от края. Это мы прокладываем с трех сторон, делаем шов такой с трех сторон. Сшиваем части пододеяльника. Для этого нам нужно две части ткани, две части пододеяльника, сложить вдвое, лицом изнанка к изнанке, и от края отступая 0,5 сантиметров проложить шовчик по лицевой стороне. Прошив по краю пододеяльника лицевой стороны шовчик, мы этот краешек немножко срезаем, чтобы, вывернув изделие, у нас уголочек красивенько лег. Ну, буквально совсем чуть-чуть срезаем. Срезаем и выворачиваем пододеяльник. Теперь, вывернув пододеяльник и разровняв все швы, мы прокладываем шовчик от края 0,7-0,8 сантиметров, чтобы наш предыдущий шов оказался внутри пододеяльника. На изнаночной стороне получается. И таким образом прокладываем швы по тем сторонам, которые вы уже прострочили. С той стороны, где мы решили будет вдеваться одеяло в пододеяльник, мы делаем с обеих сторон двойной подгиб и подшиваем это. Срезаем наизнанку, отмечаем края, сколько мы будем прошивать, чтобы осталось места для вдевания одеяла. Отмеряем, сколько там, 40 сантиметров, 50, смотря какой пододеяльник вы шьете. Края простыни мы обрабатываем подгибом в полтора сантиметра со всех сторон. Для того, чтобы пошить наволочку для подушки 50 сантиметров на 75, мне нужна вот такая вот длинная полоска. Ширина ее 60 сантиметров, длина 1,75 метра. 20 сантиметров оставляем на подгиб. Слаживаем будущую наволочку вот таким образом. Изнаночная к изнаночной стороне. Оставляем наш карманчик. И прошиваем, делаем две строчечки. Тут одну сантиметр от края. И с другой стороны тоже сантиметрик от края. Прошив края и срезав все лишнее, всю бахрому, ниточки, выворачиваем наволочку наизнанку. Не забыв при этом вывернуть еще и кармашек. Теперь мы прошиваем еще два шовчика. Делаем с одной стороны один шов сантиметр от края. Чуть больше того, что вы прошили. Вот этого вот шовчика. И с другой стороны также делаем шовчик. Вот наши шовчики прошиты уже. Теперь осталось только вывернуть наволочку на лицевую сторону. Вот такая наволочка получилась.